Всем привет! В этом видео мы разберем как устанавливать на Drupal 8 тему оформления. Для этого нам нужно зайти на сайт Drupal.org и скачать нужную нам тему. Скачивать темы мы будем в разделе Download & Extend, заходим в разделы темы, смотрим самые популярные темы Most Active и здесь мы выбираем 8 Drupal. Давайте выберем какую-нибудь тему, например, Business Responsive Team. Качаем ее. Так, мы разархивировали ее. Теперь давайте положим эту тему на наш сайт. Drupal 8. Все темы будем складывать в папку themes, которая находится прямо в корне сайта. Мы ее положили. Теперь давайте ее включим. Зайдем в оформление и вы видите, у нас появилась эта тема. Business Responsive Team. Давайте нажмем включить и установить по умолчанию. Отлично, тема включилась. Давайте перейдем на главную страницу и увидите, у нас появилась новая тема на сайте. Также у каждой темы есть свои настройки. Если вы зайдете в оформление настройки темы, то вы можете настроить логотип, иконку. Иконка это фавикон, который находится здесь в табе. Нужно будет загрузить свою иконку, убрать, использовать по умолчанию, загрузить свою. Вы можете зайти в Google, набрать фавикон, сайт и здесь выбрать какую-нибудь фавиконку для вашего сайта. Например, давайте выберем размер маленький. Можно даже выбрать размер не маленький, а точный размер 32 на 32. Нужна любая квадратная картинка. Давайте поставим картинку с гитхаба. Сохраняем эту картинку. И закачиваем иконку. Вставляем иконку, нажимаем сохранить. Теперь нужно почистить кэш. А нет, все применилось сразу. Вот видите иконку. Также вы можете поставить логотип, описать какие-то другие настройки. Здесь в этой теме есть Social Media Links. Здесь вверху справа. Их тоже можно проставить. Что еще? Ну, в принципе, я думаю, вы здесь все сами разберетесь. Здесь довольно таки просто. Простые настройки. Все описано. Давайте еще посмотрим на темы конструкторы. Дело в том, что в Drupal очень мало тем готовых. Поэтому приходится их дорабатывать с нуля. Сейчас довольно много различных тем конструкторов для Drupal. Именно не готовых тем, а которые нужны для разработки. Я очень часто использую Adaptive Team. Adaptive Team очень удобная. В ней можно выставлять настройки через админку. Выбирать разрешение, которое вы будете использовать для мобильной версии, для десктопной версии, для таблет-версии. Очень удобно. Все сделается через админку. Не надо ничего настраивать вручную. Очень удобно. Также есть тема Zen. Сейчас ее нет для восьмой версии, как и Adaptive Team. Но вполне возможно, что когда вы смотрите это видео, оно уже есть для восьмой версии. Это очень простая тема. Она представляет простые CSS-файлы, которые можно использовать для настройки мобильной версии, таблет-версии, различных помежуточных версий. Все делается через CSS-файлы. Все достаточно просто. Просто заходите и копируете под тему, и делаете на ней свою тему. Также есть более изощренные темы, наподобие Омеги. Омега – это более монструозная тема. В ней поддерживаются SAS, LESS и многие другие вещи, которые могут помогать вам в разработке темы. Также она может выгружать настройки, что может быть полезно при деплое темы. То есть, если вы делаете на Dev-версии сайта свою тему, потом выкладываете на Live-сайт, все можно сделать через настройки, изменить тему, поправить какой-то блок. Все очень удобно и структурировано. Также в Drupal есть и другие темоконструкторы, но они очень похожи на Zen, Adaptive Team и Омега. Также есть тема Bootstrap, но я бы не советовал вам ее использовать, если вы не хотите исправлять баги, которые постоянно в ней есть. Потому что тема Bootstrap не поспевает с основным Bootstrap. Она позволяет интегрировать CSS-фреймворк Bootstrap в вашу тему Bootstrap. Но при этом всегда в этой теме есть какие-то баги, и разработчики не успевают их поправить. Хотя, если вы захотите, вы всегда можете зайти на Drupal.org, посмотреть какую-то вашу проблему и найти решение. Скорее всего, вы не один с такой проблемой столкнулись, и на Drupal.org обычно решение уже есть. Какой-то патч, либо кусок кода, который нужно ставить в template PHP. Ну, в принципе, все. Я думаю, что все рассказал по темам. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите на форуме, либо сразу под этим видео в комментариях. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мои видео. Делайте хороший сайт на Drupal. Я использую. Редактор субтитров那个ajd Корректор А.Кулакова Подписывайтесь на мои видео.